Уважаемые коллеги, сразу мои коллеги будут отвечать на ваши вопросы. Проговорим, в общем-то, такие организационные моменты. Если презентацию вы уже можете скачать, она расположена прямо в вебинаре, в файлах. Поэтому запись, я думаю, что мы сделаем, разошлем потом ссылки. Поэтому, в общем-то, все, какие возникают вопросы, пишите, пожалуйста, в чате. Мы обязательно постараемся на них ответить. Учитывая, что это методические рекомендации и модели новые, мы, конечно же, ждем обратной связи от вас, от наших коллег. Возможно, где-то что-то не учли, возможно, где-то что-то пропустили. Поэтому мы будем очень рады, если у нас будет обратная связь. И мы обязательно учтем это в своей дальнейшей работе. Так вот, сегодня на семинаре мы рассмотрим модель формирования оценки цифровых компетенций. Нужно сказать, что, исходя из целесообразности разделения модели формирования и оценки цифровых компетенций для обучающихся, чья будущая сфера деятельности напрямую связана с разработкой цифровых продуктов, и модели, чья будущая профессия направлена преимущественно на использование готовых цифровых продуктов. Мы с вами же понимаем, что, в общем-то, теперь, наверное, у нас все направления подготовки будут делиться на тех, кто формирует, программирует и создает цифровой продукт, и на тех, кто, в общем-то, будет использовать готовые цифровые продукты. Так вот, мы представляем, в общем-то, две модели. У нас это базовая модель формирования компетенций, вот модель номер один, которую мы представим сегодня, и расширенная модель формирования оценки цифровых компетенций обучающихся. Это модель номер два, которую мы представим на втором вебинаре, который пройдет 14 декабря. Я думаю, что вы, наверное, уже тоже, да, все получили письма, получили ссылки. Если вдруг кто-то не получил, да, и желает принять участие, напишите, пожалуйста, в чате, мои коллеги вам обязательно ответят. Так вот, как я уже сказала, сегодня мы подробнее остановимся на модели один. Еще раз повторю, да, что она предназначена для программ высшего образования напрямую не связанных с IT-технологиями. То есть, в общем-то, если так традиционно в нашей сфере рассуждать, то это не девятое УГСН, да, для которое, в общем-то, наверное, стоит применять эту модель. Так вот, модель состоит из четырех взаимосвязанных ступеней, каждая из которых является неотъемлемой частью процесса формирования оценки цифровых компетенций обучающегося. И, конечно, не может быть исключена без риска недостижения поставленных задач и целей. На первой ступени мы рассмотрим условия для формирования цифровых компетенций. Далее входной ассессмент. На третьей ступени это обучение и трансляция цифровой культуры. На четвертой оценка сформированности цифровых компетенций. Уважаемые коллеги, сразу могу сказать, что в рамках данной модели мы уже работаем третий год. В общем-то, конечно, на начальном этапе набивали шишки, пытались, в общем-то, актуализировать, идти в ногу со временем. Но я могу сказать сейчас, что мы, в общем-то, следуем своей модели формирования и готовы поделиться с вами, что у нас получилось. Прежде чем рассматривать модель, вот приведу сразу определение некоторых понятий, которые мы использовали при построении модели, так как трактовка из различных источников может отличаться. Базовые цифровые компетенции мы определили как компетенции, сформулированные федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Личностные навыки или soft skills, так называемые мягкие компетенции, совокупность знаний, навыков и практического опыта, мотивов, ценностей и отношений, обеспечивающие максимально полную реализацию своего личностного потенциала, а также успешное решение широкого круга жизненных и профессиональных задач. Профессиональные цифровые компетенции, hard skills, как совокупность знаний, навыков и практического опыта, которые позволяют успешно решать задачи профессионального, социального, личностного характера с использованием различных важных технологий цифровой экономики. Рассмотрим подробнее первую ступень. Это условия для формирования цифровых компетенций. Данная ступень у нас предполагает анализ рынка труда на предмет требуемых цифровых компетенций со стороны работодателей, выбор материально-технической базы для создания условий по формированию цифровых компетенций в процессе обучения. Ну и, конечно же, одно из главных, да и, наверное, больных в некотором смысле для нас направлений – это создание кадровых условий для образовательного процесса. Рассмотрим подробнее первый этап условий – это у нас анализ рынка труда. Анализ рынка труда может проводиться с использованием открытых источников. Необходимо, конечно же, учитывать востребованность кадров, требуемые технологии, спрос на профессии, популярность, сферы профессиональной деятельности, статистику рынка труда по отраслям. В общем-то, много таких факторов, на которые стоит обратить внимание. И, как мы посмотрели результаты опроса региональных органов власти аналитическим центром при правительстве Москвы, главный барьер на пути развития вот на сегодняшний день цифровой экономики в России – это недостаток квалифицированных кадров. Об этом говорят все и везде. И, вы знаете, многие учебные заведения, в общем-то, задаются вопросом, ну как же недостаток, мы же готовим, да, в общем-то, мы выпускаем, мы никуда не делись, все мы работаем. Но давайте, да, разберемся поэтапно, на чем мы должны заострить внимание. Вот на карте представлена востребованность кадров, владеющих цифровыми компетенциями по субъектам Российской Федерации. Когда анализируешь рынок труда, он показывает, какими цифровыми компетенциями должен обладать выпускник, какие требования предъявляет работодатель к специалистам не IT-сферы. Ну, например, ни для кого не секрет, что остро не хватает врачей, способных оказать высокотехнологичную медицинскую помощь в регионах. Я думаю, что и оборудования такого в регионах тоже не хватает, да. Поэтому важно, с учетом внешних обстоятельств, готовить специалистов, знающих отраслевую специфику, умеющих разрабатывать и применять программные продукты для решения задач в конкретной отрасли экономики. Уважаемые коллеги, мы с вами должны готовить уже выпускника не к сегодняшним требованиям работодателей, даже не к завтрашним, а, наверное, к послезавтрашним, учитывая тот период обучения, который проходит в ВУЗе, да, если обучающийся выпускник школы поступает на востребованную образовательную программу, да, в общем-то она современная, но после прошествия, да, 4-5 лет мы понимаем, что, в общем-то, уже технологии ушли далеко вперед и программа далеко не актуальна. Востребованность молодых, высококвалифицированных, технически грамотных кадров из числа представителей цифрового поколения растет у нас постоянно. В общем-то, это представители нового поколения, да, которые отлично разбираются уже в цифровых технологиях, мыслят как предприниматели, действуют очень гибко и оперативно. Вот, в общем-то, таких выпускников от нас ждут работодатели. Нужно сказать, что для анализа рынка труда можно использовать данные крупнейших сайтов, агрегаторов в России, да, рынка труда, это Headhunter.ru, Superjob.ru, Работа.ru. То есть вот мы как раз-таки анализировали, исходя из этих сайтов, и сделали выводы, в общем-то, о востребованности специалистов в различных областях, обладающих цифровыми компетенциями. Вы знаете, я могу сказать, что в нашем ВУЗе есть такой уникальный опыт, наверное, мы каждый год пересматриваем свои учебные планы в разрезе потребностей как раз-таки цифровой экономики. Каждый заведующий, выпускающий кафедры, должен проанализировать требования работодателей. И в первую очередь, кстати говоря, мы открываем и смотрим, какие вакансии есть на рынке труда и какие требования там прописывает работодатель. То есть если работодатель хочет, чтобы выпускник владел знанием программы компас, 3D, маткат, то, соответственно, изучение этой программы у нас войдет в учебный план. На втором этапе первой ступени, условия для формирования цифровых компетенций, организация готовит цифровой образовательный континуум, обеспечивающий выполнение организационных и цифровых условий. Здесь мы вот опять вводим определение. Цифровой образовательный континуум как совокупность средств, методов и форм обучения, включающие в себя взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, как в рамках реализации образовательной программы, так и вне ее, которая основана на использовании современных средств и инструментов, применяемых для формирования цифровых навыков. Для успешного информационного сопровождения нужно сказать, что на сегодняшний день возможности электронной образовательной среды, ЭИОС, которую мы формировали в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, они, в общем-то, наверное, уже недостаточны. Поэтому мы предлагаем более широкое понятие, которое помимо ЭИОС включает еще и корректное цифровое окружение обучающегося, включает социальные сети, официальные мобильные приложения ВУЗа, электронную систему взаимодействия. То есть цель создания такого цифрового окружения – это погружение в среду современных цифровых взаимодействий, аналогичную среде, в которой окажется выпускник после завершения своего обучения. Далее, в рамках, в общем-то, второго этапа для обеспечения надежного функционирования цифрового континуума, а также для формирования всего спектра цифровых компетенций, нам требуется, конечно же, материально-техническая база. Исходя из анализа современных и перспективных информационных технологий в профессиональной области, исходя из требований работодателей к содержанию цифровых навыков выпускников, образовательная организация формирует перечень программного обеспечения, вы помните, да, что в том числе отечественного – это лицензионное и свободное ПО, программное обеспечение, список, в общем-то, да, электронных или печатных учебных пособий и изданий, методические пособия, которые будут нам необходимы при освоении дисциплин, ну и, конечно же, профессиональные базы данных и информационно-справочные системы, без которых уже не обойтись в современном мире. Остановимся, да, чуть-чуть подробнее. Вот образовательная организация формирует перечень ПО, в котором, в том числе, да, должно быть отечественное ПО для обеспечения образовательного процесса. Так вот, я же вам уже говорила, что перечень ПО формируется, исходя из анализа рынка труда и требований работодателя. Как я уже привела пример, да, например, там, в машиностроении нужны специалисты со знанием Маткада или Компаса 3D. Так вот, в этой табличке мы привели только примеры, да, программного обеспечения, которое может быть использовано при реализации программ высшего образования. Конечно, это не исчерпывающий список, он, да, может быть безграничным, бесконечным, учитывая современные темпы развития, да, науки, какими шагами идет цифровизация. Поэтому здесь образовательная организация сама определяет, на каком программном обеспечении будет обучать своих студентов. После того, как мы определимся с программным обеспечением, для формирования цифровых компетенций в профессиональной области требуется, конечно, и аппаратное обеспечение, да, под ТОПО, которое ВУС уже определил. Исходя из анализа перспективных информационных технологий, мы формируем лаборатории, лаборатории, компьютерные классы и аудитории под, да, запросы цифровой экономики. Закупаем оборудование, которое непосредственно нужно будет нам для формирования цифровых компетенций обучающихся. Ну, например, если мы будем использовать виртуальную реальность в образовательном процессе, то, конечно же, нам необходимо будет закупить, да, систему виртуальной реальности и ПО под них. Теперь далее, на этом же этапе мы формируем перечень современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем. Вот в табличке у нас приведены, опять же, примеры профессиональных баз данных, которые мы рекомендуем использовать для обеспечения учебного процесса. Еще раз повторю, список везде, да, все, что мы даем там, таблички, списки, не исчерпывающие, все зависит от потребностей дисциплины и профессиональной области. Ну, вот здесь, например, да, информационный портал по материаловедению, соответственно, да, он нужен будет он по этому направлению. Информационно-справочные системы, наверное, традиционный гарант-консультант плюс, который, я думаю, используется практически в каждой дисциплине, потому что нормативной базой мы пользуемся, да, и доводим до студентов, обязательно она существует во всех сферах деятельности. Ну, и для обеспечения надежного функционирования цифрового континуума образовательная организация формирует перечень учебных изданий методических пособий, которые необходимы будут студенту для формирования цифровых компетенций. На сегодняшний день это, конечно же, приобретение электронной библиотечной системы, систем, да, у кого как получается. Эти системы должны закрывать потребность образовательной организации по всему спектру направлений подготовки в учебных и учебно-методических пособиях, да. Сейчас у нас большое количество электронно-библиотечных систем можно выбрать. Наиболее крупные, наверное, такие Юрайт, IPR-бокс, знания, университетская библиотека, в общем-то, и много-много других. Выбор полностью, опять же, зависит от образовательной организации. Далее мы переходим к третьему этапу нашей первой ступени, когда мы формируем, да, условия для формирования цифровых компетенций. Я уже говорила, что очень, да, больной вопрос это кадровый состав, который необходимо определить для реализации программы, в которой идет формирование цифровых компетенций обучающихся. Конечно, цифровая трансформация, в общем-то, требует преподавателей гибко реагировать на появление новых моделей обучения и своевременно внедрять их в образовательный процесс. Эффективнее использовать и обрабатывать информацию. То есть образовательная организация должна очень быстро откликаться на изменение потребностей рынка труда и проводить повышение квалификации у преподавателей в области цифровых технологий. По нашему мнению, повышение квалификации, конечно же, должно быть не раз в три года, как это у нас сейчас прописано в законодательстве, а минимум один раз в год, и должно изменяться под потребности цифровой экономики и новейшие достижения в области цифровых технологий. То есть на постоянной основе мы еще рекомендуем проводить образовательные семинары по работе с новейшими цифровыми продуктами. Я думаю, мы все ощутили нехватку, в общем-то, цифровых компетенций у преподавателей во время пандемии. Да, мы, в общем-то, все прочувствовали это. И как ни грустно звучит, но пандемия вдруг стала для нас толчком в развитии цифровой грамотности населения в целом, а преподаватели, в частности, это, наверное, в первую очередь затронуло. Именно преподавателей. Нужно сказать, что обязательно в кадровом составе, который реализует образовательную программу, конечно же, у нас должны быть специалисты практики. Это определено федеральными государственными образовательными стандартами. Но эти специалисты должны обладать цифровыми компетенциями. И, конечно же, обучать этому во время учебных занятий и практической подготовки. Так вот, преподаватель, мы считаем, что должен уделять особое внимание развитию собственных цифровых компетенций и личностных навыков, так называемых soft skills, что и будет определять в дальнейшем его цифровую грамотность как современного педагога. Современный педагог у нас должен обладать следующими цифровыми компетенциями и личностными навыками, как я уже сказала, soft skills. Это использовать цифровую среду для организации учебного процесса. То есть процессы цифровизации и современные информационно-коммуникационные технологии сделали у нас дистанционное обучение как никогда доступным и наглядным. И сложившаяся эпидемиологическая обстановка привела к необходимости обладевания этим навыком для организации образовательного процесса в цифровой среде, о чем я говорила ранее. Преподаватель должен уметь искать и анализировать информацию в открытых источниках. Конечно, учитывая стремительно увеличивающееся количество источников информации нужно уметь отделять важное, систематизировать, определять достоверность этой информации, в чем мы все с вами, уважаемые коллеги, уже, наверное, убедились. Не вся информация, которая есть в интернете, достоверна. А также визуализировать полученные данные и грамотно транслировать это обучающимся. Конечно, преподаватель должен обладать навыками кибербезопасности. То есть развитие информационных технологий у нас привело к возрастающему количеству угроз, связанных с цифровым пространством. При этом угрозы могут быть направлены как на персональные данные пользователя, так и на несанкционированное использование цифровых ресурсов. Об этом тоже нужно помнить. В связи с этим, как я уже говорила, преподаватель должен регулярно проходить повышение квалификации, в том числе и в области информационной безопасности. И применять типовые комплексные решения в области цифровой безопасности. Цифровая этика – это, конечно, соблюдение принципов цифровой этики, которыми должен обязательно владеть современный педагог. Далее мы выделили информационный менеджмент. Это, опять же, увеличение объемов информации, в том числе в своей предметной области, приводит к необходимости овладения технологиями хранения информации и управления информационными потоками и обеспечения доступа к ним. Ну, конечно же, преподаватель должен уметь коммуницировать в цифровой среде. Необходимое взаимодействие между участниками посредством информационно-коммуникационных технологий диктует необходимость владеть этими технологиями, но также и не забывать об этическом аспекте использования цифровых ресурсов. Ну и, конечно же, непрерывное самообразование. Информационные технологии стремительно развиваются, да, и я уже неоднократно говорила о том, что современный преподаватель, конечно же, должен постоянно обновлять, да, свои знания. Ну и мы с вами переходим на вторую ступень нашей модели, которая называется, да, входной ассессмент. На этой ступени мы выделили два этапа. В первом этапе это формирование заданий входного контроля и второй этап, когда мы будем выбирать формы входного контроля. Так вот, на этой ступени образовательная организация должна сформулировать перечень требуемых индикаторов для цифровых компетенций. Часть индикаторов должна отражать ключевые аспекты использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности. Включать в себя требования, полученные на основе результатов запросов работодателей и требования профессиональных стандартов. Другая часть должна быть направлена на формирование soft skills, необходимых для успешного взаимодействия с другими участниками цифровой трансформации. Так вот, в рамках данной модели определены следующие знания и навыки использования цифровых технологий. Это цифровая вовлеченность, когда применяют современные технологии для решения задач повседневной и профессиональной деятельности. Цифровая грамотность, когда понимает сущность информации и информационных технологий, способы работы с информацией в различных системах счисления. Дата-менеджмент, когда должен понимать принципы сбора, хранения, обработки больших объемов данных, применять методы и технологии обработки и визуализации данных. И, конечно же, знания основ искусственного интеллекта, то есть понимает принципы функционирования интеллектуальных систем и применяет методы машинного обучения. Определенные личностные характеристики важны также для достижения амбициозных, сложных и масштабных целей для решения задач, которые у нас ставятся руководством страны в сфере цифрового развития. Да, мы неоднократно слышим, в общем-то, от первых лиц о том, что мы должны двигаться вперед, о том, что у нас должна развиваться цифровая экономика и, естественно, кадры, которые будут двигать эту цифровую экономику. В связи с этим в данной модели мы учитываем базовый уровень цифровой компетенции и предусматриваем развитие личностных навыков, да, soft skills обучающихся. Нужно сказать, что Минэкономразвитие еще в 2020 году определил перечень ключевых компетенций цифровой экономики, которые представлены, это коммуникация и кооперация в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное мышление, управление информацией и данными, критическое мышление в цифровой среде. Более подробно, я думаю, сильно останавливаться не будем, нужно только сказать, что, допустим, креативное мышление подразумевает, что компетенция, это предполагает способность человека генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики и абстрагироваться от стандартных моделей, то есть перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов. Но что касается управления информацией и данными, то компетенция предполагает способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств. Критическое мышление, в общем, предполагает способность человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информаций и данных. Ну, в общем-то, формирование личностных компетенций играет важную роль в процессе обучения, поэтому, исходя из того, что вот у нас определил Минэкономразвитие, и, да, мы рассмотрели в данной модели, именно развитие личностных компетенций обеспечивает, да, веру в свои силы, в успех, в решение поставленных задач. И на основе данных компетенций, в рамках рассматривания модели мы определили, да, личностные навыки, нацеленность на результат, это качество, обеспечивающее достижение результата в сложных или вновь сложившихся ситуациях, умение выполнять несколько важных задач одновременно, не отвлекаясь на задачи, не связанные с конечным результатом, и умение организовать работу при нехватке ресурсов и времени, увеличить потенциал собственных возможностей и достижения поставленных целей путем выбора наиболее эффективного цифрового продукта. Да, вот мы, наверное, все задумались, уважаемые коллеги, у нас у всех, да, есть нацеленность на результат, но вот потенциал возможностей не всегда возможно увеличить, да, будем учиться. Коммуникативность — это умение адекватно выстраивать процесс обучения с учетом выбора наилучшей тактики, эффективно реализовывать деловую коммуникацию, в том числе и в цифровом виде с учетом профессиональных требований, а также умение выражать и отставить свою точку зрения, активно слушать собеседника, обеспечивать открытость и взаимоуважение. Эмоциональный интеллект, который мы выделили, да, это, в общем-то, совокупность навыков человека, обеспечивающих восприятие чужих эмоций и управление своими в целях решения поставленных задач, тем самым поддерживающих эмоциональную связь в коллективе и создающих здоровый, рабочий, в общем-то, климат, позволяющий осознать свою социальную ответственность и понимание ответственности по отношению к другим. Ну, креативность — это, наверное, вот один из таких очень значимых личностных навыков, да, это способность мыслить нетрадиционно, высказывать необычные идеи, гипотезы, способность отходить от принятых норм решения задач, да, то есть действовать не по алгоритмам. Ну, и критичность — это умение обоснованно мыслить нетрадиционно, высказывать... Ой, извините, я уже... Креативность, да, мы с вами уже проговорили. Критичность — это умение обоснованно оценивать происходящее событие, определять достоверность фактов осуждений и анализировать, делать выводы о необходимости поиска альтернативных путей решения задач. В общем-то, критичность и креативность — это те личностные навыки, которыми, да, мы, в общем-то, хотим, да, все обладать в определенный момент. Но именно развитие личностных компетенций обеспечивает веру в свои силы и успех в решении поставленных задач, что, в свою очередь, положительно влияет на показатели эффективности формирования цифровых компетенций. То есть развитие личностных компетенций должно проходить сквозь всю образовательную программу, затрагивая по возможности большую часть дисциплин учебного плана. здесь мы подразумеваем, что готовим не просто специалиста с цифровыми компетенциями, а мы учим выпускника уже жить в цифровом мире, да, скажем так, потреблять цифровой контент. Ну и обобщая вышесказанное, мы приходим, в общем-то, тут к понятию цифровая грамотность. Мы его определили как комплексный показатель, включающий такие компоненты, как умение работать с цифровым контентом, медиаматериалом, обладание навыками общения в цифровой среде, отношение к новым цифровым технологиям, знание основ информационной безопасности. Далее мы с вами рассмотрим, что определение, скажем так, да, базовых цифровых компетенций. Вот базовые цифровые компетенции можно определить как минимальный необходимый уровень знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий в повседневной и профессиональной деятельности. И, конечно же, я об этом сказала вначале, что базовый уровень владения цифровыми компетенциями должен был быть не ниже уровня, определяемый федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. И вот здесь как раз таки у нас приведены те цифровые компетенции, которые есть в образовательном стандарте среднего общего образования. Да, он должен понимать роль информатики и информационно-коммуникационных технологий в современном обществе, правовые аспекты работы в интернете, должен принимать этические аспекты информационных технологий, осознавать ответственность людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем и распространение информации, а также понимать контексты социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного и физиологического контекста информационных технологий. Кстати, в рамках всероссийского исследования индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации ежегодно проводится измерение уровня знаний и умений населения, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. И, в общем-то, знания и умения распределены по трём основным группам в совокупности, которые отражают сформированность цифровой компетенции. Это цифровое потребление, цифровые навыки и цифровая безопасность. Вот это, скажем так, те базовые цифровые компетенции, которые должны обладать все мы, как граждане государства. На второй ступени, на первой этапе, когда мы проводим входной ассессмент, нам нужны, в общем-то, сформированные задания входного контроля, и здесь мы рекомендуем темы вопросов и заданий, направленных на определение уровня знаний в области цифровых компетенций. В общем-то, мы рекомендуем использовать темы, например, роль информации в современном мире, использование цифровых технологий для коммуникации, умение грамотно вести себя при возникновении нестандартных ситуаций, знание текстовых редакторов, знание электронных таблиц, умение работать с базами данных. То есть, исходя из входного ассессмента, нужно понимать, в общем-то, какой уровень развития базовых цифровых компетенций у наших обучающихся. На втором этапе также мы определяем формы контроля для проведения входного ассессмента, и здесь мы тоже рекомендуем использовать вот такие виды, как устный опрос или собеседование, когда мы можем обсудить конкретный круг вопросов, рассчитанный на выяснение уровня знаний. И, в общем-то, на собеседовании мы можем увидеть, насколько обучающийся умеет логически выстроить ответ, грамотно владеет речью и определить его коммуникативные навыки. Можно рассмотреть портфолио, да, это подборка работ за определенный период времени. Наиболее весомыми из них, конечно, наверное, будут являться рецензии, отзывы, возможно, даже будут и отзывы работодателей. Анкетирование – это, да, такой непосредственный опосредованный метод получения информации, да, основанный на анализе той информации, которую мы получаем от наших обучающихся. Но здесь, наверное, невозможно получить точные данные, потому что все-таки анкетирование не предполагает таких специальных вопросов. Можно провести тестирование, наверное, один из наиболее приемлемых вариантов – простейшая форма контроля, которая направлена на проверку владения терминологией. Еще возможно дать небольшую письменную работу, да, это эссе, с помощью которой определить уровень развития навыков креативного мышления, грамотность изложения терминологии, вообще использование, да, терминологии. Ну и, в общем-то, как рекомендация можно дать практическое задание, да, сформулировать какой-то кейс. И там мы конкретно увидим навыки, умения студентов, насколько он анализирует ситуацию, определяет оптимальные методы решения поставленной задачи. На этом, в общем-то, у нас вторая ступень заканчивается, и мы переходим к следующей, третьей ступени, которая у нас называется обучение и трансляция цифровой культуры. На этой ступени у нас формируются цифровые компетенции для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. Ступень делится на два этапа. На первом этапе мы актуализируем содержание дисциплины, а на втором этапе изучаем современные тенденции, которые, да, у нас происходят в предметной области в сфере цифровизации. Среди ключевых ценностей цифровой культуры у нас выделяют цифровую грамотность обучающегося, ну и, конечно, готовность к инновационным технологическим вызовам является основой успешного цифрового развития и неотъемлемой частью цифровой культуры студента. Здесь мы вводим, опять же, понятие. Новое определение — это цифровая культура. Цифровая культура — это понимание современных информационно-коммуникационных технологий, их функционала, а также умение использовать их в работе или личной жизни, соблюдая морально-этические нормы поведения в цифровой среде. На первом этапе третьей ступени нам нужно актуализировать учебные дисциплины. И актуализация учебных дисциплин может в себя включать следующие элементы. Это изучение современных цифровых тенденций в предметной области дисциплины, дисциплины, в общем-то, с целью выявления возможности использовать цифровых технологий в образовательном процессе, актуализация содержания дисциплины, сопоставление отдельных дисциплин образовательной программы с целью укрепления междисциплинарных связей в части формирования цифровых компетенций. Ну и, конечно же, систематическое обновление дисциплины с целью усиления цифровой составляющей. Нужно сказать, что, в общем-то, здесь мы рекомендуем обновлять рабочую программу дисциплины не реже одного раза в семестр, чтобы учить все изменения в сфере цифровой трансформации, которые происходят на сегодняшний день. В данной модели актуализация содержания дисциплин в части формирования цифровых компетенций, конечно же, становится приоритетной задачей преподавателя. И в ходе подготовки рабочих программ дисциплин преподаватели ориентируются на показатели требуемого уровня сформированности цифровых компетенций с учетом особенностей предметной области, ориентируются на доступные инструментарии оценки сформированности, ну и современные тренды цифровой экономики. Особое внимание здесь следует уделять решению приоритетного формирования цифровых компетенций, как одного из важнейших результатов освоения образовательной программы. Обеспечение единства педагогических требований для каждой из цифровых компетенций достигается разработкой единого оценочного инструментария, который применяется для текущего и промежуточного контроля по всем учебным дисциплинам. Ну и после, скажем так, третьей ступени, где мы с вами обучили, актуализировали свои учебные программы, транслировали это все в рамках цифровой культуры, мы переходим на четвертую ступень, где мы оцениваем сформированность компетенций. На четвертой ступени у нас проводится внутренний и внешний контроль сформированности цифровых компетенций. Мы выделили этапы, да, первый этап – это внутренняя оценка качества образования, второй этап – это внешняя оценка. Здесь, конечно, нет ничего, в общем-то, такого нового, да, внутренней и внешней оценкой мы, в общем-то, обязаны заниматься, но установление уровня сформированности цифровых компетенций, обозначенное на первой и второй ступенях, у нас осуществляется с помощью определенных показателей. Это индикаторы компетенции, отражающие степень освоения цифровых технологий, каждая из которых имеет, в свою очередь, шкалу с диапазоном значений. Так вот, для оценки достижения результатов обучения, которые запланированы по отдельным дисциплинам, в образовательной организации можно создать такой реестр индикаторов, который будет отражать все показатели для оценки сформированности цифровых компетенций обучающегося. Кроме проведения оценки со стороны преподавателя, студенту, в общем-то, необходимо обеспечить возможность прохождения и самодиагностики для самостоятельной оценки результатов сформированности цифровых компетенций. Оценка достижения результатов обучения, да, как мы видим вот на слайде, запланированных по дисциплинам и практикам, у нас проходит в рамках текущей промежуточной аттестации. Потом мы проводим диагностику уровня сформированности цифровых компетенций в целом и, конечно же, проверяем на итоговые государственные аттестации. Плюс к этому, да, на втором этапе у нас присоединяется оценка со стороны работодателей в рамках внешней независимой оценки качества обучения. И здесь, естественно, у нас пойдет оценка сформированности цифровых компетенций. В составе образовательной программы формируется комплект оценочных материалов, который определяет результаты сформированности цифровых компетенций. В эти оценочные материалы должны входить вопросы, направленные на проверку теоретических знаний, связанных с использованием цифровых технологий. И задание направлено на применение теоретических знаний для решения практических задач профессиональной деятельности, которые требуются для реализации цифровых компетенций. В рамках оценки сформированности компетенций мы предлагаем следовать следующим принципам. Это принцип синергии требований профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, принцип объективности оценки цифровых компетенций, принцип профессиональной значимости результатов освоения образовательной программы, принцип систематичности оценивания, принцип открытости содержания процедуры оценки цифровых компетенций и единство требований, конечно же, принцип оптимальности. На втором этапе, как я вам уже говорила, мы оцениваем цифровые компетенции со стороны работодателей. Как это происходит? Мы привлекаем к формированию оценочных материалов работодателям, они участвуют в практической подготовке, участвуют в промежуточной текущей итоговой аттестации, пишут отзывы и рецензии на образовательную программу, но в части формирования именно цифровых компетенций в профессиональной области. Это не общая рецензия, к которой мы, в общем-то, все привыкли в образовательной организации, а именно в части формирования цифровых компетенций. Ну и в рамках второго этапа мы, в общем-то, составили небольшой рисунок взаимосвязи, где указываем, что работодатель ожидает от выпускника образовательной организации в общем-то высокий уровень владения цифровыми компетенциями в профессиональной сфере и развитыми soft skills. Во время прохождения обучающимися практической подготовки работодатель дает рекомендации по формированию навыков использования цифровых технологий. На основании рекомендаций, видите, образовательная организация проводит корректировку образовательной программы. Сформированность цифровых компетенций, да, профессиональных и личных в полном объеме проверяется во время итоговой государственной аттестации. Представители работодателя также, как я вам уже сказала, да, оценивают уровень цифровых компетенций в профессиональной сфере, да, у нас как в текущей промежуточной и итоговой аттестации. Далее, образовательная организация систематически проводит анкетирование и опрос работодателей о степени удовлетворенности к качествам образования выпускников, в том числе уровня сформированности цифровых компетенций. Вот непосредственно такое анкетирование и опрос мы рекомендуем проводить не реже, извините, одного раза в год. И на основе анализа результатов анкетирования организация вносит изменения в образовательную программу, да, видите, стрелочка опять у нас идет к корректировке. Ну и систематически, опять же, мы рекомендуем не реже одного раза в год проводить анкетирование и опрос выпускников о степени удовлетворенности к качествам полученного образования, в том числе уровень сформированности цифровых компетенций. И вот на основе результатов анкетирования и опроса выпускников мы тоже вносим изменения в образовательную программу. В общем-то, исходя из этого, мы понимаем, что наша образовательная программа подвержена постоянной корректировке. И в итоге мы, в общем-то, получаем на выходе выпускника, который получил актуальные навыки, знания и умения в цифровой среде. Подводя, в общем-то, итоги нашего вебинара, да, я вот опять выведу на экран эту модель, нужно сказать, что вот единая модель формирования цифровых компетенций позволит планировать учебный процесс, направляя его на получение новых знаний в области цифровых технологий с помощью включения в большинство дисциплин блоков, посвященных, да, информационно-коммуникационным технологиям, укреплением междисциплинарным связям. И с особым вниманием будем относиться, да, к требованиям работодателей. Как я уже сказала, как я уже сказала, что, в общем-то, мы должны готовить выпускников, да, под запросы, там, не сегодняшнего и завтрашнего, а уже после завтрашнего дня. И мы надеемся, что предложенная модель формирования цифровых компетенций станет надежной основой для формирования кадров, да, в цифровой экономике Российской Федерации. В общем-то, уважаемые коллеги, спасибо большое. Здесь поступали некоторые вопросы, да, вот мои коллеги постараются ответить на эти вопросы, но, естественно, про деньги я вам, конечно, не могу дать рекомендации, это, в общем-то, не в нашей компетенции.